Кулинарный поединок в Центре арктического туризма в эту субботу прошла пятая юбилейная битва мангалов. Ее участники в этот день готовили изысканные блюда по собственным рецептам на территории Центра. О том, как прошло самое вкусное состязание в материале моего коллеги Василия Хатанзейского. В Центре арктического туризма проходит традиционная битва мангалов, в которой посостязаться в приготовлении мяса на огне может любой желающий. В этом году прожарка проходит уже пятый юбилейный раз. И с каждым годом масштаб мероприятия и количество участников растет. Юбилейная прожарка название очередной битвы мангалов, которая по традиции открывает летний сезон в Центре арктического туризма Ненецкого округа. Сегодня у нас проходит пятая юбилейная битва мангалов. Это традиционное мероприятие наше, которым мы открываем летний сезон. Команды соревнуются в том, в своих кулинарных навыках на открытом огне, на гриле. Не секрет, что у нас многие жители с наступлением лета массово устремляются в леса. И на этом мероприятии наша команда демонстрирует все свои навыки, все свои какие-то необычные рецепты, необычные блюда. Команда «Полярная звезда» заявилась на конкурс впервые. Идея принять участие пришла спонтанно, но любители вкусной, а главное полезной еды, приготовили идеальный стол для зожников. У нас сегодня в программе очень много, ну достаточно большой ассортимент блюд. Наш уклон, конечно, на то, чтобы блюда были все здоровые и из местных локальных продуктов по возможности. Поэтому мы воспользовались лениной, из которой сделали фарш из ленины. Запихали это все в шампиньоны, добавили туда зелени. То есть это очень вкусно, диетично и будет великолепно, подходите пробовать. Второе, что мы делаем, это не традиционно для шашлыка, но мы делаем такие очень здоровый, классный перекус из куриных, вот уже готово, из куриных сердец. То есть это тоже диетично, это с овощами, это полезно. Локальные продукты мы используем, солнышко, то есть салаты, все листы салата, вся зелень у нас с наших местных фермеров, производителей здесь, на Ринмаре. В гастрономическом шоу участвовали семь команд. Все участники приготовили большое разнообразие блюд на огне. Все кулинарные шедевры были оценены компетентным жюри. Сегодня мы будем оценивать, конечно, творчество обязательно, потому что, ну, как правило, собрались не профессионалы, а больше любители, любители готовки, любители жарки, так сказать. Поэтому будем оценивать больше, конечно, и творческий, как подали команду, приветствие и так далее, девиз. Ну и, конечно, по вкусовым качествам. Вкусовые качества тоже они мало значат. Ну и подача, подача, соответственно, можно ведь приготовить не очень, а красиво подать и уже влюбляешься в блюда. Зрители с нетерпением ждали, когда представленные блюда продегустируют жюри, чтобы затем самим их попробовать с аппетитом. В этом сезоне абсолютным победителем конкурса стала команда «Шальной шампур». Ребята уже не первый раз участвуют в битве. Но в этом году они удивили всех своими гастрономическими изысками. «Традиционно это будет первое мясное блюдо. Также у нас сегодня будет десерт и много овощей. А десерт вы можете посмотреть. Здесь у нас будет груша. Груша сделана в лимонаде. Детям очень нравится. Забегая вперед, я открою вам завесу тайны. Это будет не просто мясо, это будет шаурма. Шаурма. Как мне помнится, на этих мероприятиях еще никто не готовил данное блюдо, и мы остановились на нем. Потому что людей надо удивлять, а постоянно, скажем так, такие там шашлыки, ребрышки, это, как сказать, люди устают от этих блюд. Нужно развиваться, креативно подходить к этому вопросу». Юбилейная прожарка удалась. Всечлены жюри и гости праздника хорошо провели время за дегустацией блюд и участием в игровой программе. Битва закончилась чествованием победителей. А изюминкой праздника стал большой торт в виде шашлыков на мангале.